Печорский педофил осужден. 23 июля приговором городского суда Михаил Хозяинов лишился свободы на 23 года. Жертвами педофила стали 15 печорских детей. Судом установлено и доказано, что в течение 7 лет Хозяинов совершал преступление против полового неприкосновенности личности в отношении мальчика в возрасте от 7 до 15 лет. Ему было предъявлено обвинение в 58 сексуальных преступлениях. Своих жертв Хозяинов обманом завлекал в пустующие подъезды чердаки, арендовывал для таких встреч квартиры, приглашал в свою комнату в общежитие. К слову, жестокости и насилия не применял. Знакомился с мальчиком, устанавливал доверительные отношения и особый психологический контакт, заинтересовывал деньгами и развлечениями. Заявление поступило от жительницы города Печора о том, что в отношении ее малолетнего сына совершаются сексуальные преступления. Сразу же, незамедлительно, данная информация стала проверяться оперативным путем. То есть на место происшествия выехала оперативная группа. Шесть потерпевших мальчиков – воспитанники детского дома и школы-интерната. Печорский педофил выбирал малолетних детей, которые в силу возраста не могли понимать характер и значение его действий, не способны были спротивляться и, соответственно, в отношении которых он всегда мог рассчитывать на реализацию основной своей цели – удовлетворение собственной половой потребности. Только время покажет, как действия педофила отразятся на дальнейшей судьбе детей. На суде хозяин был абсолютно спокоен. Вину признал. Максимальное наказание в этом случае – 25 лет лишения свободы. 23 года ему дали лишение свободы с отбыванием наказания в вполне строгого режима. Также, значит, с лишением права занимать определенные должности, то есть по воспитанию несовершеннолетних малолетних детей, да, сроком на 20 лет. Ограничение свободы сроком на 2 года и штраф 500 тысяч рублей. Также были удовлетворены иски, заявленные потерпевшими на сумму на миллион 200 рублей. Остается удивляться, как на протяжении 7 лет педофилу удавалось оставаться безнаказанным. Непонятно, как лица, ответственные за профилактику подобных преступлений, работу с подрастающим поколением, те же воспитатели детского дома, оставались в неведении. По поручению прокурора республики была проведена тщательная проверка их меры ответственности в этом вопросе, но возбуждение уголовного дела было отказано.